МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот, мы все и в сборе. Можно начинать. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Сегодня я снова в компании Дениса и Даши. Это уже третий день. Совершенно верно. Информация для тех, кто смотрит нашу передачу сегодня впервые. Дело в том, что мы с ребятами находимся в удивительном месте. Это страна безопасности, где можно научиться самым верным правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. И плюс ко всему в передаче мы еще и соревнуемся. Для каждой команды существует 4 соревновательных дня. Сегодня у Даши и Дениса уже третий день соревнований. И перед тем, как приступить к нашему первому заданию, я предлагаю посмотреть, чем закончился вчерашний соревновательный день. Давайте. Внимание на экран. Во второй соревновательный день борьба между Дашей и Денисом стала по-настоящему напряженной. В ход шла не только эрудиция, но и хитрость. Клади ее сюда отдельно. Ох, Даша хитренькая. Тихо, тихо, тихо. Выкладывала дачу? Нет, Даша, все, не мухлюем. Правда, на исход игры это не сильно повлияло. У Даши 22, у Дениса 27. Тоже совсем небольшой отрыв. По итогам двух игр по-прежнему лидирует Денис, но пройдена только половина пути и все еще может измениться. Итак, по итогам двух соревновательных дней лидирует пока Денис. У него 27 фишек. И чуть-чуть совсем отстает от Дениса. Дашенька у нее 22 фишечки. Сейчас пора приступать к нашему первому испытанию. У каждого из вас, ребята, есть своя доска. Я предлагаю подойти сейчас вам к ним. Подойдите, покажите мне, где левая сторона на этих досках. Левая сторона. Дашенька, это разве левая? У тебя там левая ручка. Левая здесь. Значит, становитесь с левой стороны, каждый возле своей доски. На доске находятся картинки. С левой стороны, где вы стоите, вы должны будете разместить предметы, связанные с профессией пожарных. А с правой стороны все остальные. За каждую правильную картинку одна фишка. Кто сделает это правильно и быстрее, получит дополнительно две фишки. Понятно? Итак, по моей команде приготовились. Раньше времени не смотрим. Задание на скорость, не забывайте. Слева картинки, связанные с профессией пожарных. Справа все остальные. Итак. Даша, справилась? Я справилась. Да, Дашенька немножко опередила Дениса. Так, хорошо, ребята. Итак, давайте с вами теперь будем смотреть, что вы здесь определили. Итак, Даш, это у нас что? Пожарный шланг. Пожарный шланг. Совершенно верно. Он самым непосредственным образом связан с профессией пожарных. Похон у тебя с левой стороны, все правильно. А это что? Огнетушитель. Огнетушитель. Дашуль, посмотри внимательно. Разве это огнетушитель? Нет. Что это у нас? Это у нас зажигалка. Зажигалка связана с профессией пожарных? Нет. Нет, конечно, Дашенька. Даша, запомни, что огнетушитель, он всегда красный. О, молодец. Это уже другого цвета, это уже не огнетушитель, это что-то другое, но точно не огнетушитель. Смотрим сейчас эти рисунчики, которые Дашенька отнесла к правой стороне, то есть те, которые не относятся к профессии пожарных. Это у нас дядечка-милиционер. С пожарными он не связан, это правильно. А это что, ребят? Даша? О! Тихо, Дашенька, что это? А я не знаю. Мы же в предыдущей игре говорили об этом. Что, Денис? Это штучка, которая подает тревогу. Правильно. Может быть, ты запомнил, вспомнишь, как называется эта штучка? Так. Пожар. Пожи. Пожар. Пожарный. 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 Да, точно. И, Даш, как ты думаешь, относится к профессии пожарных? Да. О, само название, да, говорит о том, что... О, вспомнил еще. Он же еще может сам включить систему специально. Так, дальше смотрим. Это что у нас? Очки. Очки. Слушай, наверное, они не имеют никакого отношения к профессии пожарных. А это? Трамвай. Да, он тоже не относится. Правильно, Дашуль, это правильно. Здесь у тебя получилось, что один ты отнесла не туда, он с одной стороны, с другой. В общем, так, один-один. Хорошо. Как ты справился с заданием? Итак, левая сторона, все, что относится к профессии пожарных, это у нас что? Огнетушитель. Красный, как ты и говорил. Все верно, одна фишечка твоя. Это у нас знак, это не относится. Здесь что? Каска. Каска строительная тоже никакого отношения не имеет. Это самосвал. Это ведерко. Вот чем. Все остальные, которые не относятся, у меня в руках. Молодец, справился. Давайте считать, кто сколько заработал. Итак, у Дениса одна картинка, как я обещала, за один правильный вариант. Одна фишка. У Дашеньки тоже одна картинка, одна фишка. Но Даша справилась быстрее, поэтому ей в качестве приза, бонуса, две фишки дополнительно. Итого, у Дашеньки три, у Дениса одна. Давайте я вам сейчас выдам их. Вы положите в свои коробочки и продолжим. Итак, ребята, первое испытание позади. А сейчас встреча, знаете, с кем? С кем мы познакомились? С Марией Александровной. Правильно. Давайте послушаем, что она нам интересного сегодня расскажет. Присаживайтесь. Ребята, привет. Я очень рада нашей новой встрече. С наступлением теплых дней возвращаются перелетные птицы. В это же время увеличивается количество пожаров, связанных с выжиганием сухой травы и сжиганием мусора. Давайте с вами представим такой случай. Вы находитесь у бабушки в деревне и увидели, что на поле горит трава. Как вы думаете, что надо делать? Отвечать, как всегда. Будем по очереди. И за каждый правильный ответ вы сможете заработать две фишки. Итак, Дашенька была первой. Даша. Ну, надо позвать взрослого. Так, твой вариант. А ты, Денис, как считаешь? А я считаю, что нужно позвать взрослого или набрать номер. Правильно, как и учиться. Правильно, ребята. Это безопаснее. По одной фишке вы получаете за это. Присаживайтесь и слушаем дальше. Я уже заеду. Действо, быстрее. Фишки. Слушай дальше. Ребята, самое главное, поскорее сообщите о пожаре взрослым. Ведь порыв ветра может моментально распространить огонь на очень большое расстояние и тогда беды не миновать. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. До свидания, Мария Александровна. До свидания. До свидания. Для начала давайте-ка мы быстренько наведем порядок на нашем гостах. Снимаем свои картинки и приносим сюда. Кстати говоря, тема загадок – пожарная безопасность. Присаживайтесь. Ребята, отгадку будете писать, как только первый человек заканчивает писать. Мы тут же останавливаемся и слушаем следующую загадку. Ждать пока допишет свое слово второй участник мы не будем. Итак, первая загадка. Слушаем внимательно. Без него мы как без рук. Нам он самый лучший друг. Но порою он, ребята, может стать врагом заклятым. Никто ничего не озвучивает. Вы встаете, молча идете каждый к своей доске и пишете ответ. Разгадку на эту загадку. Написанными или печатными? Как тебе удобно, Даш. Как тебе удобнее, так и напиши. Как только напишите, сразу говорите. Янг справился. Или справилась. Я справился. Так, останавливаемся, Дашуль. Денис справился абсолютно правильно. Итак, ребята, внимательно слушаем вторую загадку. Сразу же начинаем писать. И кто напишет первое, говорит, я справился. В деревянном домике проживают гномики. Уж такие добряки раздают всем огоньки. В деревянном домике проживают гномики. Уж такие добряки раздают всем огоньки. Денис написал и написал абсолютно правильно. Это спички. Ну, вообще-то, а тут еще не сказали, что это тоже опасно. Конечно, опасно. Ты совершенно прав, Денис. Поэтому я спички боюсь брать. Их не нужно брать? Ни в коем случае. Даже если на дачу, то только под присмотром взрослых. Вот какой ты молодец, мальчик. Все правильно ты говоришь. Кстати говоря, ребята, забыла вам сказать, что это очень такое, ну, нелегкое, скажем так, задание. И поэтому тут у вас возможность очень хорошо заработать. Фишечек есть. За каждый правильный ответ три фишки. То есть ты, Денис, заработал уже шесть. Дашенька, будь внимательна, быстренько пиши. Слушаем третью загадку. Победит огонь коварный тот, кого зовут... Победит огонь коварный тот, кого зовут, то побеждает огонь. Как зовут этого человека? Ребята, Даша справилась впервые, но дело в том, что я увидела ответ Дашины и решила все-таки подождать, чтобы Денис дописал. Потому что, к сожалению, Дашенька неправильно разгадала эту загадку. Это действительно пожар. Кто, Даша? Вот я тоже написала, и тут ошибся тоже. Денис просто потом сообразил, что говорит речь идет... Да, потому что я услышала, что это кто-то. Да, что о живом человеке. Поэтому, Денис, еще три фишечки. Но ничего, есть еще испытание и есть еще одна загадочка. Итак, последняя, четвертая загадка. Слушаем. Пламя бьет из-под крыши, крика помощи мы слышим. Суетятся все. Кошмар. Это бедствие. Все, закончили. Да, это бедствие, пожар. Дашенька сразу не сообразила. Но ничего страшного, Даша. Ты свои силы покажешь в следующем испытании, правильно? Ну, кто мне это нравится? А в этом испытании абсолютным победителем у нас 12 фишек. Денис, он заработал 12 фишек. И со счетом у него все в порядке. А сколько сейчас у меня получается? Два, 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 три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Держи. Итак, ребята, позади у нас третий испытательный день, впереди еще четвертый. Ты, Дашенька, еще подожмешь, силами соберешься и у тебя, возможно, получится догнать Дениса. Договорились? Итак, ребята, на этом сегодня мы с вами прощаемся. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова